МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Ольга Попова. Здравствуйте. И коротко о некоторых темах выпуска. Проверка на прочность. Завтра в ноябрьске пройдут гидроиспытания сетей. Шанс на то, что ресурсники подадут горячую воду раньше срока, есть. Республики и энтузиастов приоденут. На дорогах города укладывают новый асфальт. И медовый спас. Сегодня православные идут в храмы и церкви для того, чтобы осветить мед. Завтра в ноябрьске пройдут гидроиспытания сетей теплоснабжения. Это необходимая процедура перед началом отопительного сезона. Иными словами, специалисты Энергогаз Ноябрьска проверят готовность сетей к зиме. Эти мероприятия позволят выявить слабые места и своевременно наладить их работу. Об этом сегодня говорили на совещании в Энергогаз Ноябрьске, где собрались представители управляющих компаний и обслуживающих сети городских предприятий. Испытания ориентировочно начнутся в 9 утра и продлятся до вечера. Если все пройдет без сбоев, ресурсники готовы, будут подать горячую воду в квартиры горожан. Если где-то что-то, будут какие-то порывы, это будут, естественно, отключения. Люди будут задействованы. Задействованы, может, в течение дня. То есть мы планируем на день. После того, как проведутся гидравлические испытания, мы начнем город раскручивать на подачу горячего водоснабжения. На улице Республики полным ходом идет ремонт дороги. О неудовлетворительном состоянии этого участка неоднократно говорили сами представители дорожных служб. На данный момент подрядчики, это компания «Севердорстрой», уложили выравнивающий слой асфальта, а старый почистую срезали. После того, как дорожники выровняли выступающие плиты, приступили к укладке асфальта. Поверх выравнивающего слоя будет укатан еще один слой покрытия. А в итоге общая толщина новой дорожной одежды составит 11 сантиметров. К тому же вместо бетонных сваек, которые заменяли дорожные бордюры, здесь установят новые, гранитные. Добавлю, по окончанию ремонтных работ на Республике подрядчики приступят к ремонту улицы энтузиастов. В объектив нашей телекамеры сегодня попали несколько достопримечательностей Ноябрьска. Причем не в лучшем смысле этого слова. Пример номер один – барский поселок, перекресток улиц Муравленко и Хвойной. Местные жители жалуются, что мусор здесь не убирают аж с ноября. Пример номер два – улица Советская. Недавно построенное здание здесь как будто после бомбежки. У входа в новостройку образовалась огромная куча строительного мусора. Между тем, как нам позже пояснили строители, мера эта вынужденная. Здесь продолжаются ремонтные работы. Однако уже в ближайшие дни рабочие обещали очистить и облагородить территорию. Ну и напоследок печально известная на весь город девятиэтажка на Мира-61. Еще в начале августа нашей съемочной группе обещали, что гору мусора, которая образовалась здесь по вине самих же жильцов дома, уберут. Сегодня мы это проверили. И действительно, спустя почти две недели после того, как в эфир вышел сюжет, территорию подъезда наконец очистили. За что бросились собаку? Жители домов по улице Магистральной обратились в нашу редакцию с просьбой показать в новостях несчастного пса. По словам людей, он уже несколько дней сидит на привязи у одного из строящихся зданий. Вроде как с целью охраны объекта. И все бы ничего, только вот собака, судя по всему, очень голодная. Людей к себе пес подпускает, его подкармливают местные жители. Но при этом горожане не понимают, почему этого не делает сам хозяин. К сожалению, выяснить у рабочих, чей это пес и кто о нем должен заботиться, нашей съемочной группе не удалось. Обратившиеся в нашу редакцию жители города надеются, что после выхода в эфир этой информации, совесть у хозяина собаки наконец проснется, и он вспомнит, что мы в ответе за тех, кого приручили. 35-летний житель Ноябрьска предстал перед судом за организацию наркопритона. Как установлено сотрудниками полиции во время следствия, мужчина на протяжении длительного срока предоставлял свою квартиру наркозависимым, совместно с которыми изготавливал и употреблял наркотик на основе опиума. После чего он тщательно опроветривал квартиру, чтобы не вызвать подозрений. Согласно материалам уголовного дела, ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления и отбывал за это реальные сроки в колонии. Лицо было осуждено по части 1 статьи 232, то есть организация наркопритона. Наказание было в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ранее лицо было осуждено за аналогичные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, а также предоставлением своего жилого помещения для оказания услуг наркозависимым лицам, то есть организация притона. В ДТП пострадала женщина. Накануне на улице Магистральной водитель автомобиля ВАЗ-21099 врезался в стоящих потоки машин Мазду. Как пояснил виновник аварии сотрудникам ГИБДД, за рулем он отвлекся и не успел вовремя среагировать. Сам он не пострадал, а вот пассажирке отечественного авто понадобилась помощь медиков. У женщины многочисленные ушибы. С 5 ноября в силу вступают изменения Федеральный закон о безопасности дорожного движения, а также ряд поправок в административный кодекс. В первую очередь, новшество узаконили право проходить обучение о вождении на автомобилях с коробкой автомат. Правда, в таком случае водителям запрещено будет управлять автомобилями на механике. Помимо того, количество категорий транспортных средств будет увеличено до 10. Сейчас их всего 5. Появятся такие категории, как троллейбусы ТБ, ТМ – трамвай и категория М – мопеды и легкие квадроциклы. Также определяют ряд подкатегории. А1 – это мотоциклы с объемом двигателя не больше 125 кубических сантиметров. И Б1 – куда входят три циклы и квадроциклы. Сегодня на дорогах города появился Лунтик. Герой детского мультфильма помогал пешеходам переходить проезжую часть. А заодно напоминал водителям о том, что следует быть внимательнее и относиться с уважением ко всем участникам дорожного движения. Несмотря на то, что необычные акции вызывали у водителей и пешеходов улыбку, вопрос безопасности на дорогах города стоит более чем серьезно. В этом году в ДТП травму получили 12 человек, двое из которых – дети. Также почти 3000 пешеходов нарушили правила дорожного движения. И почти 4000 водителей были наказаны за непредоставление пешеходам преимущества на дороге. Инвалидам, да и просто пожилым людям, которым трудно ходить, станет удобнее посещать храм. На лестнице ведущий к парадному входу храма Архангела Михаила устанавливают пандус. На самом деле он был там изначально. Наклонную площадку оборудовали еще при строительстве самого здания. Но подниматься по этому пандусу с очень крутым подъемом для инвалидов было крайне тяжело. Теперь же новый пандус делают, как говорится, для людей. Изготовили его и устанавливают, замечу, на благотворительной основе сотрудники Центральной трубной базы. Вот в течение буквально трех недель изготовили этот пандус. За счет собственных средств вариант получился такой, как бы, оптимальный из металла, который устраивает в данной ситуации и нас, и инвалидов. Мы с ними советовались, как бы, все соблюдены уклоны. И, как бы, в ближайшее время этот пандус уже начнет действовать. Буквально в ближайшую неделю. И огромное спасибо, конечно, мы выражаем Центральной трубной базе и руководителю этого предприятия, Унитицкому, Евгению Антоновичу. Большое им спасибо. Им благодарны все. И даже вплоть до того, что не инвалиды, а вот бабушки старенькие, которым очень трудно подниматься по ступенькам, а по пандусу подняться будет очень легко. Кстати, сегодня православные отмечают праздник. Происхождение и изнесение честных древхоживотворящего креста Господня. В этот день в храмах по всей стране выносят крест, для того, чтобы любой желающий мог ему поклониться. До или после праздничной литургии проводится малое освящение воды и меда. Ведь по народному календарю сегодня еще и медовый спас. Его также называют маковый, лакомка или первый, потому что впереди еще два спаса – яблочный и ореховый. Еще со времен Руси пчеловоды в начале августа собирали новый сладкий урожай. Говорили даже, что мед вытаскают соседские пчелы, если собрать его не успеет человек. Традиция жива и сегодня. 14 августа в медовый спас люди идут в храмы и церкви, чтобы осветить эту полезную сладость. Только после этого, считают верующие, ее можно есть. Кто-то успел, купил, да, свечение пошел, осветил, тот-то приходит потом, кто не успел осветить, тот-то работает многие. Многим нравится, что вот они работают, потом приходят после работы и не имели осморности осветить мед во время службы. Приходят уже покупать осветенный мед. Этот мед сегодня уже осветил батюшка. Девятый год подряд в емкостях и тарах самых разных размеров. Полезность северянам привозит Виктор Новоселов. Привозит издалека, с одного из самых экологически чистых районов нашей страны – Салтая. Три года не было спорцета, мед, спорцета. Светлый мед такой, белый. Вот всегда он был с разнотравим смешан, сейчас вот отдельный сорт получился белого меда. Это растение, это садится, вот садится доник, поле доника, это садится поле спорцета. Название растения спорцета – розовые цветы, поле такое розовое, все красивое. А мед с него такой светлый, желтенький, садится белым. Ну вообще он ценится из-за вот его нежного вкуса и светлого цвета белого. А еще горный, таежный, гречишный – выбирай на любой вкус. К слову, попробовать можно тут же на месте. Да, фантастика, фантастика. И цвет. Гамма от цвета золотистого до темно-коричневого. Тут уж все зависит от того, с каких цветов и растений собирали пыльцу пчелки. В столовой ложке яблочного уксуса и чайную ложку меда смешать, теплые водички на чашечку выпить, натощак. Желательно где-то час, если невозможно, невозможно это сделать час, ну хотя бы полчаса до еды. Можно в день три раза, можно два раза, утром и вечером. А потом через недели-две почувствуете себя прекрасно и будьте бодрые, шустрые, как я. В старинных книгах мед описывали красиво и поэтично, как сок от ночной росы, той, что пчелы собирают с цветов благоухания. Употреблять его, как обычную сладость или лекарство, каждый решает сам. Но все от мала до велика знают, что он очень полезен. Так что, если аллергии нет, кушайте мед на здоровье. Ольга Попова, Анатолий Присич, новости нашего города. К слову, с 14 августа начинается Успенский пост. На протяжении двух недель верующим придется ограничивать себя в пище и в развлечениях. Закончится пост 28 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы. В 2014 году россияне в общей сложности отдохнут 118 дней. Такая информация сообщается на сайте Суперджоп. Так, в следующем году новогодние каникулы продлятся чуть больше недели, с 1 по 8 января. Оба гендерных праздника – День защитника Отечества и Международный женский день – выпадают на выходные. Однако на 8 марта мы будем отдыхать 3 дня, с 8 по 10, а на 23 февраля только 2 – 22 и 23. Дачный сезон в мае россияне откроют по обычному графику. Сначала отдохнуть 4 дня подряд, с 1 по 4, потом еще 3 – с 9 по 11 мая. Еще по 4 выходных дня нас ждут в июне и в ноябре. День России будем отмечать с 12 по 15, а День народного единства – с 1 по 4 ноября. И на сегодня это все. Через несколько секунд прогноз погоды на завтра. А я желаю вам всего доброго и до свидания. Партнер программы – магазин «Потис Антверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. АЗС «Газпромнефть» АЗС «Газпромнефть»